Мюнхен 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 организация организации. В основном, что сейчас самое необходимое, это медицинские. В районе местных людей будет активно помогать. Класса, медицинские оборудования, хирургические и нанесения и организации в Украине всегда Я вожу людей с границы с Румынией, с Польшей пока что сделал. Сейчас сделаю третий рейс. Есть примерно треть, которые уже знают, куда ехать, но им все равно нужно добраться до Нюхина, ехать дальше или остаться здесь или быть в Зобровне. Вот сейчас я еду в Румынию. А руссо-sein это не просто, потому что в окнахе, что вы встали из-за, что вы встали из-за, чтобы вы нести себя в универе, что вы нести в универе и это нести, если вы нести на Христу и на Христу и на Хрище. В этом году были какие-то обреженные, срежетные Фенстер-Схайбы, есть анонимные Амруфы, я также получил такие ночь, с Бедрохом и Шимфом, есть Шмиререи на Беларуси, Но я думаю, что это были индивидуальные, которые радикализированы, и я надеюсь, что это не будет развиваться. И если сейчас человек говорит, что Патриарху или Метрополита Нуври, или Фатер Николай, они должны это сказать, и если они это не сказали, то есть они блюда люди, или они для войны, то есть это одна История, которую я так не могу разделить. В Киеве есть определенная Орднур. И если Патриарху что-то сказал, что мне не так нравится, то я могу сказать что-то и что-то. Я не связан с ним. Метрополита Нуври, которые получают личную помощь, они получают личную помощь в своем доме, они поддерживают их в своем доме и в своем доме и в своем доме и в своем доме, они помогают, чтобы дети продолжать учиться, поддерживают пациенту и улучшить пациенту. Меня зовут Катерина Косом. Я работаю здесь, как социальная работа, и я очень активно в нашей семье. Я из Украины, из Донбасс, и часть моей семьи живет в центре города Украины, в Днепро. И моя мама живет в Донбасс, где в последние 8 лет уже был конфликт, греховный конфликт. Поэтому я чувствую, что моя семья просто спалит. И я не знаю, что я беду только за счастье. Потому что даже две части из моей семьи, в две части из Украины. Но они теперь будут bombardированы. Я пытаюсь, меня теперь опять раздражать и не хасить другие люди. Потому что даже в моей семье есть две разные мнения. И даже в этой стране, я решила, что очень активно помогать. Я работаю в школе и также в донбассе. И в начале мы очень много делали, как украинские пациенты и украинские пациенты. Потому что они очень часто болят. И мы начали, украинские пациенты с семьей. И мы также также украинские пациенты с украинским пациентом. И я помогаю, чтобы организовать такую пациентку, потому что я очень многое донбасса с украинским пациентами. И украинские пациенты, которые тоже были orthодокс. И я знаю, почему мы здесь беремен. И я не могу выбрать одну сторону. Я не могу выбрать одну сторону. Я против войны, я сейчас говорю. Но я могу выбрать меня. Я могу выбрать одну сторону. И если люди мне было бы из-за Вут или из-за Трау, я скажу это, то я это вам несу. Я их понимаю в этой ситуации. Я могу их просто взять. Я могу их просто умереть. Уминский Петрополит из Берлина и Германицы, Марк, который очень крепко обвиняет себя на различных местах, в качестве страны, даже на америке страны. Криги — это Съюнди. Это в каждом случае Съюнди. Wenn wir sagen, Krieg ist Sünde, dann wollen wir nicht gegen Gott agieren, indem wir auf die eine Seite oder die andere Seite in der Parteilichkeit verbleiben und auf diese Weise das Menschliche zerreißen. Ein Christ orientiert sich an Christus. Vor Christus und nach Christus hat es Kriege gegeben. Sie waren immer schrecklich. Es kommt aber auf die Einzelperson an, der ich begegne. Und da gibt es unglaubliche Situationen. Nehmen wir einfach mal das Beispiel einer Frau, die hier Tante ist, von zwei Neffen. Der eine ist in der russischen Armee, der andere ist in der ukrainischen Armee. Sie hat beide im Herzen, von klein auf. Da ich den Menschen auch die Weichten abnehme, teilnehme an ihrem Zustand, habe ich diesen Schmerz mit ihnen zusammen zu tragen und denke mich und fühle mich in diese Menschen hinein. Ich höre außerordentlich viel darüber, was geschieht. Und es ist ein großer, großer Schmerz, dass etwas derartiges überhaupt in Europa geschehen kann. Und es ist ein großer, großer Schmerz,